Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в Трамбл Вэлли и продолжаем выживание в мире зомби апокалипсиса первой части игры State of Decay. В прошлой серии мы с вами решили попробовать нового персонажа Майю Торрес. Интересный персонаж, она вроде как должна быть в итоге очень крутым стрелком. Посмотрим, прокачаем ей побольше характеристик, там будет видно. Выберем хорошие специализации, вы мне в комментариях обязательно подскажете. Выполнили кучу заданий, спасали своих выживших, в общем занимались массой всяких разных полезных дел, приносили ресурсы, приносили всякие припасы. Что уж, давайте продолжать. В прошлой серии я все порывался добраться до вот этого военного. Очень мне хочется посмотреть, во-первых, и на сигнал, который рядом с ним, и собственно на самого военного, который там вроде как не подчинился приказу своего командира, да, и не захотел идти там против своих, так скажем, убеждений, своей совести и решил просто дезертировать, наверное. Ну, я думаю, что пообщавшись с ним, мы узнаем больше подробностей. И у нас на базе, смотрите, уже как минимум два задания, да, вот они наложены друг на друга. Давайте мы выберем вот это истинное лицо страха. Кое с кем нужно пообщаться. Ну, давайте, давайте попробуем поискать этого кое с кем и пообщаться с ним. А, это скорее всего тот, которого мы с вами в прошлой серии нашли, да? Брайан Барт. Может быть. Так, что тебе нужно? Ну, давай пройдемся. А, это, видимо, стандартное вот это вот, я называю, выгулять персонажа. Скорее всего, да. Ну, давайте пройдемся. Оторвем им бошки, тебе сразу полегчает. Так, покажите дорогу. Задание боевой дух, да. Это нужно периодически делать, потому что, ну, падает немножко здесь мораль у наших всех выживших. Оно и неудивительно, все-таки в зомби-апокалипсисе живем как-никак, друзья, поэтому такое может быть. Давайте прокатимся. И попробуем немножко восстановить боевого духа вот этому товарищу. Тачка вообще не управляется, жесть какая. Ничего не могу сделать. Вообще даже не понимаю, тут отзывчивость управления какая-то она очень-очень резкая. Так, толп здесь не намечается, вроде бы нет. Ничего не пойму, крушусь здесь уже по району. Давайте разберемся все-таки, что нам нужно сделать. Теперь будем убивать зомби по старинке. Хорошо. Интересно, а сколько их там? Да, ну их там немало, слушайте. Как нам лучше поступить? Да, все, они идут. Еще и твари стекла бьют. Давай-давай-давай, братан, круши всех. Молодец, красавчик, все правильно делаешь. Нет. Еще пока не все. Так, часть задания выполнена. Всего лишь часть? Ммм, интересно, а что же дальше? А, дальше нужно, видимо, его отвезти обратно. Хорошо. Погнали, братан, я тебя заброшу. Ну, а далее там по своим делам рвану. У меня уже поднакопилось здесь немало. Ай, жесть, нет. Отвалили, уроды все. Все, с толпой разобрались, хорошо. Так, очередная подбадривающая речь, как я понимаю, да, от Майи. Хорошо. Не, вот эту тачку надо скидывать. Ну, в смысле, как бы, я сейчас на ней и продолжу. Далее, где-нибудь там ее брошу. Может быть, потом пересяду на что-нибудь другое. Давай посмотрим, что нам нужно пополнить. Да, мы вроде бы все нормально у нас, да, вроде фуловые в плане, там, медицины. Истинное лицо страха. Хорошо. Пока мы не будем разговаривать с братом Лилии Риттер, все время забывай, как его зовут. Да и ладно. Там задание, скорее всего, по смене базы будет. Давайте мы все-таки рванем к военным. Ну, точнее, к тому военному дезертиру. Который все-таки решил ослушаться приказа, да, и нам с вами нужно... Ну, нам нужно выехать, потом свернуть налево на ближайшем, да, перекрестке. И там уже сориентируемся, я думаю, по месту. Поехали. Да ладно тебе, ну нет. Думал, что получится сманеврировать. Повернуть нормально. Нет, тачка слишком. Слишком резкая, слишком быстрая. Не, вы знаете, дайте-ка я сменю ее. Вот есть вот это вот. Я думаю, что вот это, наверное, попроще. Да, определенно, это попроще, поприятнее машинка. Так, смотрите, нам не здесь нужно поворачивать, нам нужно поворачивать еще дальше. А мы впервые тут, кстати, катаемся. До этого не доводилось нам сюда заезжать в такие дали. Так, там крикун. Сейчас заорет, кстати. Ну, наверное, он заорал, по-любому, я думаю. Так, здесь, кстати, здесь могут быть неплохие припасы. Наверное, я сюда подъеду сейчас, пошерчу. Пошерстю. Ну, в общем, мы поняли. Положу здесь по вот этому складику. Мне кажется, здесь должны быть неплохие припасы. И куча зомби внутри, да? Ну, пускай они выходят, наверное, я думаю. Или открыть им. О, их там немало, черт возьми, я чувствую. О, их там очень немало. Да сдохнешь ты, тварь, проклятущая. Ну, на самом деле, стрелять тоже нужно. Стрельбу прокачивать нужно, поэтому, ладно. Экономия, как бы, она не должна быть слишком уж фанатичной. Ну, кто-то определенно сейчас издал звук рядом. Наверное, где-то на улице получается. Промышленный магазин. Осмотрен. Хорошо. Нет, здесь топливо, ну, как бы, ладно. Ладно. Тоже пригодится, если что, будем всякие коктейли молотого лепить. Вот здесь я послышал что-то такое, но нет. А, вот он, красавчик, да, собственно, они тут и были. Придурки, что вы делаете, а, скажите мне? Так, вот это может быть опасно, говорю, тварина проклятая. Давай, 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 давай. А я снэк так и не съел, кстати. Ну, съешь ты, черт тебя, дери. Я десять раз уже нажал. Откуда привалило-то столько, ребятушки? Кстати, полечиться бы. Пошел вон. Да что ж такое-то, сколько вас там. Вот на самом деле здесь зомби какие-то реально бесконечные. Вот стоит только пойти. Пойти в атаку, да, сражаться, начать. Все, ты реально не можешь здесь пересилить эти чертовы толпы. Все, кончили. Скорее всего, это в итоге та толпа дошла, я думаю. Но почему-то не было сообщения, что меня заметила толпа. Хорошо, давайте перекладываться и отправляемся дальше. Багажничек так себе. Надо это учесть, и может быть, по возможности сейчас смениться на что-то более вместительное, потому что я планирую вернуться еще и с припасами обратно. Было бы неплохо. Нам нужны патроны, нам нужна... Вот, кстати, тачка. Я думаю, в нее сейчас переложимся. Придется отбиваться, наверное. Все, все, все. Стоило только начать драться. Все, пошла жара. Ой, там толпа идет, да? Жесть. Жесть. А, ну что, тогда давайте... Давайте в тачку, наверное. Будем передавливать толпу сейчас, а потом уже... Тачку менять. Толпа четко прямо сюда идет. Нам нужно, наверное, раньше. Раньше их раздавить, пока не заметили. Потому что они какие-то очень бодрые. Они когда замечают, они прямо бодряка включают какого-то нереального. Так, ну вроде бы все нормально. Вроде разобрались. С последним разберемся. И все, тачка вроде бы... Нет, показалось. Показалось, что задымилась. Нет, еще пока не задымилась. Ну где ж вы все сидите-то, черт вас, дери. Опять бежит. Опять где-то бежит, боже мой. Не бесконечно. Ладно, не будем, давайте больше тратить времени. Я думаю, поедем дальше. Так, так, так. Нам куда-то в итоге куда? Ну да, мы, слушайте, прям по прямке по полю едем. И добираемся до военного. Так, найти источник сигнала. Так, слушай, интересно. Давайте попробуем передавить здесь большинство этих тварей. Тачка, скорее всего, пострадает прилично, но ничего страшного. Так, а там еще и джаггер, да? Эм, жесть. Слушайте, может я успею залутаться? Интересно все-таки посмотреть, что там. Не, наверное, не успею. Или успею. Короче, много всего, а давайте с зомби разбираться для начала. Хотя, возможно, это может стоить мне сейчас, ну, не жизни, но создаст определенное количество проблем. Отдохнем, отдохнем, скоро, давай, давай, давай. Бейся, пока бейся. Потом будем отдыхать. Так, еще два урода подгребают, ладно. Сейчас разберемся со всеми. Короче, много зомби. Мне предупреждали, что когда на Клео поедешь, типа там будь аккуратнее, потому что реально очень много зомби. Так, так, так. А я даже не знаю, что делать на самом деле. А он военный, кстати. Он прям рядом с нами, да, стоит. Ну, чертовы твари, они сюда прут просто бесконечно. Они сюда прут, я не знаю, они там, походу, спавнятся где-то. Но не может быть такое количество тех уродов здесь, в этом месте. Давайте смотреть, что здесь. Прикольные штуки какие-то. Не знаю, потом будем разбираться, что за штуки. Вот это, по-моему, нам нужно, да, это как раз строительные материалы, которые у нас, к слову, закончились на базе уже. Сейчас быстренько переложимся. Ну что ж, первый груз Клео получается, да, был нам с вами успешно взломан и залутан. Это приятно. Так, все, сдохни, тварь. Хорошо, да, груз взяли, военный где-то прям вообще рядом. А, вот она группа. Я даже заводиться не буду, просто подойду к ним и все. Четыре гранаты, жесть. Так, слушай, заваруха, да, начнется. Доберитесь до выживших. А это куда? А, ну, в принципе, это недалеко. Ладно, я потом за тачкой, наверное, вернусь. Скорее всего. Потому что уж очень она там у нас с вами дорогая сейчас стала. Ну, я думаю, что мы с вами, наверное, такой толпой-то должны разобраться. По-любому. Кто бы здесь не был. Хоть фералы, хоть джиггернауты. Я думаю, что вполне спокойно, наверное, всех завалим. Перебьем. Влетели, пацаны. Влетели, красиво. Ну что, начинаем потихонечку разбираться. Чуваки, лови. Давай, пинай. И резвитесь. Так, неплохо, неплохо. Погнали, погнали, погнали. Спасаем. Отлично, неповиновение. Так, ну, это было осветительно. Ну, если ты так думаешь. Ладно, ладно. Думаю, не стоит извиняться за то, что угрожал приселить тебя за нарушение правил карантина. Знаешь что, у меня налажены связи с перцами из артиллерии. Они прикроют. Я им подгоняю конституционные виски, и они щедро поливают пулями толпы зомби. Если попадешь в переплес, свяжись с ними по рации. Я маякну этим служителям бога войны. Так, нам пора двигаться. Эта заварушка скоро прилечет других. Увидимся. Ну что, помогли. Помогли военным. В итоге, кстати, можем даже здесь, может быть, и полутаться, да? Но здесь пусто. Ничего нет. А, это, кстати, будущая база, по идее, может быть. Ну, одна из. Окей, нам нужно вернуться на поле, забрать нашу машину и отправляться с вами на базу, наверное. Кстати, тот самый самолет. Можешь сделать мне одолжение, когда пойдешь туда? Уже занимаюсь. Нет, ничего, не обращай внимания, это глупо. Подожди, что? Я паковала вещи отца и нашла коробку от часов. Он подарил их мне, когда мне было 12. Такая маленькая пластиковая безделица и изображение мультяшной рыбки. Не знаю, зачем он ее хранил, но это напомнило мне, что у меня нет памяти о нем. Поэтому я прошу тебя вернуться туда, где он погиб, и принести мне что-нибудь из его вещей. Нет, забудьте, слишком глупо, рискованно, извини, что завела этот разговор. Ох уж эти женщины, боже мой. Боже мой. Да без проблем, я достану тебе эту безделушку. Так, что у нас здесь? Охота на зомби-жиртрест. Помогите уничтожить жиртреста. Опять? Ну, в принципе, поможем. Ладно, я думаю, что здесь прям по полю напрямки рванем. Нам бы сейчас так подобраться к тачке, чтобы никто нас не заметил. Поэтому я бегу по полю. Даже не в приседе, просто лечу на всех парах. Так, зомби, зомби что-то там подозревает, что-то замечает, наверное. Что-то он присел, так посмотрел в мою сторону. Эх, ты ж гаденыш проклятый. Заметил, вы понимаете, он все равно меня заметил. Жесть. Ладно, погнали. Так, нам бы сейчас делать ободряющую речь, или как она там называется правильно. Кстати, можем ломать заборы? Нет, мы можем через них перепрыгивать. Это круче. Круче, чем ломать заборы. Жесть, да ладно. В смысле, серьезно не можем ломать? Прикол. Ну, коли уж приехали к самолету, давайте немножко посмотрим, что здесь. Да, реально, огромный разбивший самолет, но мы с вами его уже видели. Он нам, так скажем, не в новинку. Только там, где мы его видели, он был весь заросший. А, смотри, там гниляк, что ли? Серьезно, это гниляк? Что-то я их раньше не видел ни разу. Но мы с вами тут, походу... А, нет, вот здесь, наверное, переедем, да? Ладно, пускай гниляк гуляет. Я думаю, что нам к самолету, к этому надо будет все равно, когда-нибудь подобраться. Подберемся. Так, смотрим, где у нас еще есть калитка. Вот она. Так, нет, здесь мы не проедем. Кстати, далеко до этого жертвеста-то? Не так уж и далеко. Так, толпу снесли одним точным попаданием. Это хорошо. Да, черт возьми, как к нему пробраться-то? Не могу никак сообразить. Тут везде эти заборы, а заборы не переезжаются никак. Ладно, давайте по дороге тогда. Воспользуемся классическим способом. Нет, 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 нет. Слушай, два джаггера, прикол. Многовато. Нет, не осилю, наверное. Короче, где-то здесь нам сейчас нужно запарковаться и аккуратно вот так в сторону сбегать к этому жертвесту. А может быть мы даже доедем, посмотрим. Дорога здесь позволяет? Ну так, относительно. Не хочу, нет, не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Все, давайте дальше пешочком сходим. Тачку мы эту, если что, заберем. Так, короче, там крикун, причем не один. Но вот этого, наверное, придется вырубать. Смотрите, стоит прям реально NPC квестовый. Четко рядом с группой зомби. И они ему ничего не делают. Все, крикуна убили, это хорошо. Будем сейчас разбираться потихоньку с вот этими. Так, все, отлично, остается последний. Причем он заметил меня, но он не встает. Так, ну что? Поговорить с Карен Толберт. Ну давай. Поможешь, приколчить жертвеста? Да, за дело. Поговорим. Будет нам немножко попотеть. Слушай, Джиггернаута в ближнем бою зарубить. Это мечта. Мечта сбылась, ура. Так, хорошо, помогли. Охота на жертвеста, отлично. Воу, 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 какой агрегатик там стоит интересный. Так, что тут есть? Давайте-ка заглянем. Ничего нет, тут все облутано. Ну тогда, наверное, возвращаемся... Да я думаю, на этом агрегате вернемся. Ну в смысле, до той тачки, до которой нам надо, в которой все наши припасы лежат. Налутанные. Так, и давайте я сделаю вот эту вот вдохновляющую речь. А он появился на соцсети команда Смерть с небес, да? 125 стоит. Прикольно. Ну пригодится, наверное, когда-нибудь. Ох, успею, нет, должен. Залезай, 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 залезай. Отлично, все, успел. Так, ну что, сейчас доставим припасы, выгрузим, кстати, вот строительные материалы. И потом решим, что делать дальше. Дальше, наверное, ну что, нам надо будет сгонять, может быть, по заданию Лили, ну а может быть, по каким-то другим. Посмотрим, какие у нас ближе. В принципе, уже неплохо бы, наверное, задуматься о переезде. Мне кажется, это будет правильное решение. Да жесть. Так, окей. Будем перекладываться, наверное, по старинке. Ничего страшного. Либо можно, может быть, как-то через тачку. Кстати, тут еще, смотри, там куча всего, да? Давай пистолет заберем. Резак для бумаги, скалка. Слушай, много вещей, да? Ладно, поносим по старинке, я думаю. Ничего страшного. И патроны. Нам еще нужны патроны. Осколочная граната. Прикольно, пусть будут. Это что такое? Клеокраб. Ударное оружие. Ну, наверное, классная тема, но я пока оставлю. Пока побегаю со своим этим секатором каким-то или что-то. Ножницы какие-то. Револьвер Клео. Шесть патронов. Прицел есть, бесшумки нет. Ладно, тоже пока уберем. А давайте пополним запасы медицины. И снеков. И, наверное, патронов, да? Давайте перезарядимся сейчас полностью и посмотрим, сколько нам нужно добрать. Так, а нужно нам много добирать. А патрончики у нас, наверное, уже, да, потихонечку заканчиваются. Хорошо. Сейчас мы заберем, кстати, из вот этой тачки, да? Слева. Потому что тут тоже счет много всего. Еды, конечно, вагон. А, слушайте, если переезжать, то получается и тачки-то вот эти здесь останутся стоять. Это как бы не очень интересно. Потому что здесь у нас в некоторых тачках куча лута просто лежит. Давайте вот посмотрим ради интереса. Да, смотри, здесь куча еды. Здесь пусто. В полицейской машине. Ну, не знаю, даже не знаю. Надо будет как-то подумать и как-то, может быть, тачку поставить на вот это место, отогнать оттуда черную и поставить максимально залутанную тачку. Так, 36. Неплохо. Это скидываем, это скидываем, это скидываем. Хорошо. Так, вроде как у нас все в порядке, да? Давайте посмотрим по карте, куда мы с вами можем далее двинуться. То есть у нас есть варианты здесь. Скопление зомби. Давай избавимся от них. Рука помощи. Ну, неплохо бы на самом деле рвануть именно куда-то вот в это место, потому что, ну, там два задания как минимум. И вот, собственно, памятка, да? То есть задание Лили. Далековато, конечно, но можно было бы прокатиться. Что у нас здесь? Закон. Встреться с судьей. Незнакомец в беде. Помочь в поисках выжившего. Ну, вы знаете, наверное, я бы вот скатался бы куда-то вот сюда для начала. Рука помощи. Помогите с доставкой. Ну, и заодно там скопление. Потом прикончим тоже одно. Я думаю, наверное, и так поступим. А для этого давайте-ка возьмем, наверное, что? Наверное, коктейли Молотова. Сколько? Там три помещается, но я думаю, что хватит нам. Стреляет по кому-то. Смотри, смотри, смотри. Маркус, смотри, кого нашел. Слушай, военные навалились, смотри-ка ты. Пробую, тут разные варианты добивания. Так, смотрим. Это у нас направление куда? Ну, примерно, я понимаю. Наверное, я поеду по дороге по старинке, потому что... Сейчас начнешь тут плутать по этим лесам. Куда-нибудь завалишься. Так, заметил толпа зомби. Да плевать, если честно. Так, союзник в беде. Где? Ну, давайте до союзника. Черт его туда понес, непонятно. Ну, давайте, ладно. Долетим до него. Так, погнали, поможем кому-то. Так, ну он здесь сам вполне себе нормально справляется, да? По-моему. Так, задание выполнено, отлично. Хорошо. Так, тебя куда, братан, нужно? Отвести или ты сам доберешься? Да, проводить выжившего, понятно. Короче, сделаем небольшой кружочек туда-назад. Но это тоже нужно, потому что это повышает боевой дух. А вот единственный момент, я не очень понял, что у нас там было с вами провалившееся задание. А, смотри, короче, вот здесь все исчезло, жесть. Два задания просто исчезли. Жестко. А, подожди, либо пока у нас активно вот это задание, да, наверное, у нас не показываются новые. Потому что и я смотрю, что от Лили тоже исчезло задание. Такого же быть не может. Наверное, нет. Так, интересно, тут, по идее, есть же короткая какая-то дорога, да, вот так вот, если мы с вами, оп. Ну да, чтобы постоянно не объезжать. Так, все, давай, братан, не кашляй там. Красавчик. Все, мы же его проводили? Нет, проводить и выжившего еще пока нет. Боевой дух мне нравится, что у нас на максимум, это здорово. Давай, 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 быстрее, шевели батонами. Все, союзник беды, отлично. Так, нет, все-таки я поеду вот сюда, для начала. Давайте так поступим. Скопление возьмем, да, я думаю. Я проверю это дальше. Думаю, что вы заметили. Так, толпа заметила очередной раз. Кстати, неплохо бы проверить артиллерию, как это работает. Может быть, для этого даже нам не придется залезать никуда, ни на какие вышки. Прямо так будем долбить. Кстати, где-то, я еще помню, на перекрестке оставлял тачку. Груженную причем тачку. Вот она, да? Вот интересно, в ней что-нибудь осталось? Прошлый раз я в ней кучу ресурсов оставил. Давайте-ка посмотрим. Нет ничего. Вот так вот. Забудь. Так, что там судья Лоуренс рассказывает? Ладно. Не успел прочитать. Ну, честно говоря, прочитать-то можно, даже успеть сейчас. Но надо либо останавливаться, потому что не получится рулить в этот момент. Так, смотрим, где у нас, собственно, скопление. Оно чуть дальше. Так, смотри, толпа, да? Так, а где дальше? Насколько дальше? Да, там, слушай, происходит какая-то заварушка. Пойдем посмотрим. Поможем отбиться. Так, красавчик, хорошо. Но это еще не все. Так, в итоге, что тебе надо? Пытаемся справиться с толпой зомби. Нужна помощь, именно для этого и нужны соседи. Так, это в итоге где? А, это в итоге там, куда нам нужно. Хорошо, поехали. Тачка, кстати, крепкая. Заметили, уже сколько передавили, а еще до сих пор не задымилась, еще держится. Хорошая. Надо запомнить вот такие вот машины и на них стараться почаще ездить. Так, сейчас бы вспомнить, как там эти коктейли Молотова бросать, потому что они здесь бросаются вообще не так, как бросаются во второй части. Так, окей. Мы почти на месте. Здесь, по-моему, был джигерна, вот еще, насколько я помню. Кстати, какие-то ребятишки стоят. А, скорее всего, это задание другое. Понятно. Понятно. Ай, ты тварь, все равно зарал. Гадина проклятая. Короче, не успел, я сразу двоих. Ладно. Отлично, уничтожили скопление довольно быстро. Практически без проблем. Давайте посмотрим, что в итоге в этих ящиках лежит. Какие-то палки. Что-то заберем ради интереса, почему бы и нет. Скинем на базу, как бы немножко влияние заработаем. Нифига не понимаю, как бросать эти чертовы коктейли Молотова. Вот пытаюсь как-то продуманить, пытаюсь какую-то там траекторию, да, продумывать, чтобы в итоге я сейчас перебросил. То есть реально дальше бросил, чем нужно было. Жесть. Так, там у ребят какая-то заваруха. Пойдем, может, поможем им? Хотя вроде они там и так справляются вполне. Так, сейчас будет заваруха у нас. Кстати, тачка уже... А, мы не на этой переехали. Так, пока еще бежит, давайте быстренько переложимся. Ну все, это бесконечный поток будет сейчас, я думаю. Так, окей, что в итоге нужно вот этим ребятам? Давайте-ка разберемся. Так, ты кто у вас? Джоб Уилкерсон. Ммм, Уилкерсон, и помню-помню вас. Так, наш друг с радостью доставит вас на базу, правда, дружище? Не друг я тебе. Но доставлю. Ну вот видишь, ты будешь надежно в руках. Почему мне не верится, что ты помогаешь тому парню лишь по доброте душевной? Просто пытаюсь бдить интересы моих клиентов, ты же понимаешь. Доставишь его на базу целым и невредимым, я угощу тебя выпивкой. Ммм, какой у нас барышня здесь, ты смотри. Так, кого доставить-то надо? Ладно, сам придет, наверное. Подожди, или что? Или не сам? А, еще нужно именно на этой тачке? А я не могу на своей поехать, серьезно? На вот этой могу? Нет, могу, конечно. Так, вопрос на какую базу теперь, давайте разберемся. Угу, понятно. Ну, погнали тогда туда. Есть мод, который убирает у зомби вот эту вот скорость дикую. То есть они такие-то медленные, да? А когда замечают игрока, или ночью, они прям реально очень быстро бегают, и такие резкие становятся. Вот есть целый мод, который вот это вот все убирает. Так, похоже, их нужно вот сюда. Точнее, вот этого товарища вот сюда доставить. Ну вот и приехали. Премного благодарен за заботу. Мне неловко просить тебя еще об одном одолжении, но не говори никому, что со мной случилось, ладно? У них и так хлопот хватает. Твою мать, где ты, о боже, что с тобой? Ничего, просто я неудачно упал. Хорошо, что поблизости оказался один добрый сморитянин, который смог меня вернуть. Неудачно упал, а? Ну, ну, ты better get yourself inside and go down. В темпе. Go on, scoot. As for you... Что касается тебя, думаю, мы все тебе обязаны. Приятно, еще есть порядочные люди. Так, влияние за день. Плюс 10, репутация в группе улучшилась. Хорошо, хорошо. Кстати, давайте-ка посмотрим, что у них продается. Интересно, может быть, патрончиков прикупим? Хм, это странно, ребят, ну ладно. Как вы тут выживаете тогда, вопрос. Так, доверие немножко подросло у них, да? Так, думаю, что я знаю, что один из головорезов Уилгерсона только что... Чего? Не успел. От него разило так, будто он не мылся целый месяц, без шуток. В любом случае, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мне кажется, тебе не следовало вводить дружбу с Уилгерсонами. Так, хорошо, давайте-ка вы знаете, что вот с вами сейчас посмотрим. Почитаем журнальчик. Рука помощи. Микки недавно... А, Микки надавал по морде, а затем позаботился, чтобы его доставили домой. Странно, Майя. Не отдали Уилгенсонам долг вовремя, получили по шее. Вот как, хорошо. Так, это сократить число зомби нам будет полезно. Это как раз по скоплению задание было. Так, что здесь? Вы стали лучше владеть режущим оружием. Выполнен союзник в беде. Брайн Барт у нас, да? Угу. Охота на зомби. Героический настрой. Отношение упорность. Отношение участлив. Алан сжигал по полной. Надо было это видеть. Чувак всадил в одного из жиртрестов почти три полных обоймы. Я думал, тут варь ничем не проймешь. Это было нечто. Эд написал. Ты знаешь, нет, Эд. Он промахивался. Потому что три обоймы это слишком много. Для Джиггернаута. Я думаю, что Алан косил там безбожно вообще просто. Так, давайте сейчас смотреть, куда мы с вами далее отправляемся. Ну, у нас, смотрите, да, остаются только дела в городе. И остается вот эта памятка Лили. Ну, а что, рванем, может быть, да? Так, я тебя не беру, друг, извини. Пойду один. Блаблакар? Не работает. Я думаю, рванем, наверное. А почему бы и нет? Прокатимся на вот этом внедорожнике. Классный у него винил такой. Как будто бы в крови. Хотя вот сейчас, вот именно сейчас, друзья, нам нужно реально что-то побыстрее. Но, по-моему, у нас, да, у нас полный багажник. Давайте мы, наверное, сейчас сбросим часть вещей на базу, отвезем. И, я думаю, сменим тачку на какую-то другую, потому что, ну, эта тачка хороша, но она медленная. Нам бы сейчас, наоборот, пригодилась бы скорость. Хоть и управляется очень тяжело вот эти скоростные тачки, но мне бы пригодилось. Да, жесть, ну, хорош тебе. Каждый раз эту березу врезаюсь. Или что это? Осина какая-то. Так, вот это давай, вот это давай. Окей. Так, Брайан напуган, кризис веры. Запарил этот Брайан, иди выгоню сейчас просто, ты что? Балдел, что ли? А чё я, чё я сейчас выгрузил? Короче, не знаю. Зря, наверное. Еду, по-моему. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас. Ух, вообще красота какая-то, смотри. Сколько всего, да? Неплохо. Натаскали, неслабо. Так, окей. Ну, а давайте вспомним, где у нас какие есть тачки. Современный пикап, хэтчбэк. Ну, до него топать, честно говоря, далековато, да? Ну как, относительно. Раллийный хэтчбэк, кстати. А он, по-моему, весь разломанный, мне кажется. Я помню, я там колеса поотрывал у него. Ладно, давайте что-нибудь возьмём и просто уже на чём-нибудь поедем. Вот эту хотел-то очко отсюда убрать. Ну, так тому, собственно, и быть. Она, наверное, не быстрее той, на которой мы сейчас приехали. Ну, ничего страшного. Хотя... Да нет, не сказал бы, что не быстрее. Он побыстрее. Ну что, рванём туда, к истокам, где, как говорится, всё началось. По пути, может быть, на что-то пересядем, если найдём более-менее что-то побыстрее. Меня бы сейчас устроила какая-нибудь такая тачка, которая носится. Но пока вот вроде ничего не попадается. Хэтчбэк стоял, но мы его меняли недавно. Давайте ради интереса вот на эту пересядем. Прикольно. А, только там прикол в том, что мы, наверное, не сможем с вами мост преодолеть. Да, моста-то нет? Нет, это медленная машина оказалась. Жесть. Ладно, может, повезёт, что-нибудь найдём где-нибудь. Да иди ты. Не ори на меня. Короче, так и будем, наверное, тачки менять одну за одной. Не-не-не, поехали-поехали. Майя-майя-майя. Газуй-газуй-газуй-газуй-газуй. Газуй. Отвалил. Мне говорили, что мост можно перепрыгнуть. Я не знаю, насколько это действительно так. По-моему, вот эта тачка побыстрее. Жесть, толпа заметила. Не-не-не-не, опасно, опасно, опасно. Газу-газу-газу-газу. Нет, плевать. Всё, давайте пока не будем пересаживаться ни на что, потому что сейчас реально под две толпы подставиться это будет всё. Это будет фейл. Говорили, что вроде как мост этот можно перепрыгнуть. Да. Можно. Но не в этот раз. Жесть какая. Короче, ладно. Ладно, погнали. Здесь можно было забраться. Там тачка-то есть. Может быть, с обратной стороны мы попробуем перепрыгнуть его? Что-то меня там унесло. Я понадеялся на то, что текстурка моста меня удержит. Я не вывалюсь за его пределы, но нет. Получилось всё по-другому. Кстати, тачка взорвалась, да, походу? Так, хорошо, разобрались. Мне кажется, вот отсюда мы сможем перепрыгнуть, потому что сможем более-менее нормально разогнаться. А там как-то было неудобно. Там то ли поворотик был, то ли что-то такое. Хотя не уверен, что мы на норме это сможем сделать, потому что тачка, она такая туговатая. Толпа, да? Ну давайте давить толпу. Сейчас мы их соберём, так кучнее. Памятка, найти часы. Найдём. Так, толпа уничтожена, отлично. А мы, собственно, туда, куда надо и переехали, да? Да, когда-то именно здесь всё началось. Да шесть какая, чёртов гада, а в него не попасть. Чёртова собака. Да, не получилось, задумка не удалась, а коктейли кончились. А зомби там дофигища, на самом деле. Ну что, будем стрелять, наверное. Так, ну что, вроде бы, смотрите, да? Делались Лёгким испугом. Ну зомби, чё-то валило очень много. Заткнулся. Слушай, ну какого ж лешего вот это происходит? Ну почему? Я тебе башку-то раньше прострелил, гад. Проклятый. А, ещё один, слышишь, жесть. Вот это, вот это, вот это сейчас будет всё. Не-не-не, валим-валим-валим-валим. Холмав. Холмав. Продолжение следует... Продолжение следует... Холмав. Холмав. Чё-то。 Холмав. Холмав. Так, опасный момент. Реально опасный момент. Да какого черта? К чем ты там орешь? Дурак у тебя, головы нет. Не, короче, давайте в тачку, наверное. Давайте в тачку и давайте сейчас вытягивать их на какую-то область и давить всех. Что-то нереальное какая-то. Заваруха просто. У меня сейчас кончатся патроны, кончатся снеки и я вообще ничего не сделаю. Ой, там еще гниляк идет, жесть, валим. Не-не-не-не, валим-валим-валим по-любому. Что-то, короче, много у вас, ребята. Наверное, столько я не осилю. Будем как-то сейчас выманивать по одному. Да, заваруха под конец, смотри, какая получилась интересная. Снеки кончились, это плохо. Потому что скоро кончится выносливость. Давайте подхилимся на всякий случай. Черт его знаешь, когда тварь выскочит, не затащим. Так, восстанавливайся, Майя, пока. Пока, давай. Пока идут. Окей. По-моему, Крикун второй вышел, да, насколько я понимаю. Остается тут всего ничего. Сейчас немножко восстановим выносливость и ворвемся вот на этих двух. Ну, максимум там может быть какой-нибудь один остался. Так, отлично, найти уничтожить скопление. Жесть. А, вот еще один, смотри. А там их, кстати, много. И, скорее всего, они сейчас ворвутся на меня здесь. Да, сейчас восстановим выносливость и, наверное, будем врываться мы на них лучше. Там кто-то еще, кстати, есть. Крикун, что ли, не пойму. Так, хорошо, сейчас оттянем вот этого. Разберемся, там решим. И там толпа подгребает. Если это Крикун и он заорет, это будет все. Сейчас еще с толпой потом разбираться придется. Вообще не горю желанием. А, заметила толпа и без того. Жесть. Нет, тогда идем сюда. Уходим. Да отвалил, урод. Сидит главный здесь в засаде, гад проклятый. Не-не-не-не, валим-валим-валим по-любому. С толпой не вариант. С толпой вообще не вариант. Сейчас вытащим сюда их на стоянку и всех, наверное, передавим просто. Да, что-то как-то не очень удобно здесь это все делать. Ломать, ломать машину, гад, смотри. Ну, получай. Ну, от толпы уже осталось не так уж и много. Вот там что за точка? Там реально какой-то зомби. Какой-то крутой зомби. Ну, покруче обычного. Крикун или нет? Нет, военный. Ну, военный это ладно, это ерунда. Короче, крикунов вообще нужно молниеносно убивать. Они твари вообще любые. Он продолжает орать. Даже несмотря на то, что ему уже орать нечем. Ему и так-то там орать особо нечем. Но, тем не менее, он продолжает орать даже без башки. Это, конечно, дичь полная. Так, на самом деле у нас есть сложности. Причем довольно серьезные. Если мы эту норму с вами разломаем... То мы не сможем вернуться обратно. Ну, как бы нет. Сможем вернуться, но это будет ножками и очень долго. Да какого ж черта, а? Ну, что это такое? Почему это произошло? Я же ему прострелил башку. Нет, лежит пузо. Отдельно от башки. Ха-ха-ха. Шесть. Так, погнали. Что там? Текущее задание. Очистите зону от зомби. Да вы запарили меня с этими зомби. Мы уже с вами бьемся. Тут реально 15 минут. Так, миниатюрные пластмассовые часы с мультяшной рыбкой. Отлично. Все. Ура. Что-то дикая заваруха по времени. Просто дичайшая. А как по-другому? А по-другому никак. Это скопление. По стелсу его, конечно, можно было бы там как-то, да, замолотить, наверное. А может быть и нельзя. Так, ну что, теперь у нас с вами одна попытка, друзья. Разогнаться и перепрыгнуть мост. Да, скорее всего, я буду прыгать, потому что, ну, других вариантов я особо здесь не вижу, на самом деле. Нет! Шесть! Короче, не хватило мне. Не хватило скорости, а там у нас толпа. Ох, вот это я влип на самом деле. Вот это я влип. Так, сколько у меня патронов? Двадцать два. Хватит, в принципе, перестрелять твари, если что. А, тачка есть? Тачка есть, толку нет. Так, окей. Ну, нам вот сюда нужно. Ох, толпища-то огромная, друзья, жесть. Субтитры сделал DimaTorzok Да отвалил аж ты, тварь проклятая, на, получай. Жесть! Просто жесть. Сколько патронов? Восемь. Вот это я на волоске повис. Все, и оружие сломалось. Все, короче, все. Полная жесть. Что вот здесь? Современный седан. Какой седан современный? Да. Вы видели современный седан вообще? Он не так выглядит. Не похож. Смотри, кусает года. Короче, плевать. Сиди здесь, я ухожу. Все, погнали. Давайте до современного седана. Я даже не знаю, друзья. Ну, задача, конечно, непростая. Потому что там впереди стоит джиггернаут. И восемь патронов явно ему будет маловато. А, современный седан. Все, я понял, что это за тачка. Но там, смотрите, какая проблема. Там две волны зомби. Мы явно всех двух с вами не перебьем. Не знаю. Давайте пробовать как-то обходить. Может быть, вот здесь по лесу. Здесь, наверное, поменьше будет зомби. У меня всего лишь одна аптечка и восемь патронов. Я, конечно, да. Запер в себя в очень серьезные сейчас рамки. Лишний раз заставляет задуматься о том, что с собой желательно бы брать побольше, наверное. Барахлишко. Ну, как минимум две обоймы. Потому что вот случись что, и ты влипаешь. Просто попадаешь. Очень серьезно. И, конечно же, ты здесь не залезешь. А здесь мы с вами сейчас сагрим толпу, да? Нет, может быть, и не сагрим. Так, выносливость подросла. Это прекрасные новости, черт возьми. Но мне бы до тачки. Вот до тачки, и все, я успокоюсь. Да, мы успеваем. Ура. Мы успеваем. Отлично. Воу. Ну что ж, друзья. Я думаю, что на базу, наверное, я уже доберусь как-нибудь здесь. Все-таки в машине чувствуешь себя гораздо более спокойно. И продолжим уже в следующей серии. Неплохая получилась серия. Замес на замесе здесь постоянно. Кстати, смотрите, Ферал здесь точно такие же, как и во второй части. Они тоже от тачки отпрыгивают. Крутая получилась серия. На самом деле, здорово. Экшен почти не прекращался. Классно. Ну что ж, будем продолжать следующей серии. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите. Советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok